Ну что, написала Лера? Да, написала. Остальные тоже неспимо записываем. Итак, что такое эволюция? Слово эволюция означает изменение развития. Теорию эволюции выдвинул знаменитый английский ученый Чарльз Дарвин. Он считал, что все живые организмы стараются как можно лучше приспособиться к среде обитания, чтобы выжить. А те, кому это удается, передают лучшее качество своим потомкам. И человек в этом не исключение, Лерочка. Вкратце, записываешь. Все, Галина Силановна, я дышала. Простите, пожалуйста, запиздание. Можно просто присесть на место? Дарина, это уже не первый раз. И ты пропускаешь тему урока, а потом мне рассказываешь, что ты не знала, что нужно было писать. Хватит, садись на место. Ну простите. Посмотрим. Лерочка, молодец. Все хорошо, садись на место. Итак, что у нас там дальше? Что ты написала? Пишу нормально. Я вообще-то читаю. Все закрылись свои рты. Слушайте меня внимательно, как цептирую. Процесс эволюции наблюдается везде, где есть жизнь. Даже в Кривичном океане тепловали пропорции капли. Алина, кислот. Одни из них были приспособлены к жизни лучше, чем другие. Быстрее впитывали из воды полезные вещества. Быстрее росли, размножались, передавая свои лучшие качества следующим поколениям. А вот более медлительные капельки погибали. Так сама природа отбирала жизнеспособные комбинации молекул. А теперь, Дарина, мне ответить, что же такое эволюция? Эволюция означает изменение в развитии. Дарина, это просто написано на доске. А можно было сказать то, что я только что прочитала. Мне вообще не нравится в последнее время твоя успеваемость. Давай поднимательно. Итак, ребята, а теперь давайте подумаем, откуда на нашей планете появился первый человек. У кого есть какие мысли? Я знаю, я знаю. Это причинцы с другой планеты, а мы их не дети. Что ты не несешь, ну, ты знаешь, я обезьян. Это ты, а я, ну, и челюсть. Вот это, да, у тебя есть такое. Но это точно не инопланетяне. Я не знаю, вообще, придумал тебе. А насчет обезьян, вот да, Дарин сказал, что мы потомки обезьян. Но есть и другая версия. Ее на нас будет Денис. Ну, еще одна версия была, что все люди произошли от бабочек. Вначале были все гусеницы, потом мы были в коконе. Даже это есть доказательства в Египте на рисунках, на камнях. А потом крылья отбали из-за того, что они уже были не нужны. Так это что? Я бабочка? Да, летят, у меня крылья. Я летаю. Сормально, я делаю. Так, слышишь, что я попал? С этой версии ты сейчас классно летишь прямо к директору. Денис, ну, твоя версия, конечно, интересная, но как бы нет никаких доказательств, что мы произошли от бабочки, тем более от каких-то насекомых. У нас разная ДНК самая. Айша, я вижу, ты хочешь рассказать. Понятина, Айша такая версия, если люди верующие, то они веруют в Бога. И есть такая версия, что Бог создал человека, ну, там, как бы, Адам и Ева. И вроде бы с Евы, с печенки, Евы создался Адам. С какой печенки, Аня? Ты что, совсем дуду? Нет, Бог создал Адама, а Ева получилась из ребра Адама. И, типа, вот. Ну, в общем, да, есть такая теория, но она тоже не доказана. И четкого ответа до сих пор нет, что, как бы, есть какой-то высший разум, называемый у нас Бог, который создал Землю, все живое и людей. Но это все не доказано. Ну, а теперь мы с вами разберемся, когда на Земле возникла жизнь. Вначале наша планета была горячей, постоянно содрогалась от извержения вулканов и падающих на нее метеоритов. Прошло очень много времени, прежде чем земная поверхность остыла настолько, чтобы вода из атмосферы смогла выпасть самым первым в истории Земли дождем. Да, Ириночка, что у тебя там с рука? Ничего, Валентин Иванович, все хорошо. Ну, раз все нормально, так почему ты не пишешь? Руки только отрешь, да, звай, открывай тетрадку свою и записывай. Значит так. Затем образовались моря и океаны, в которых появились первые аминокислоты. Потом молекулы аминокислот соединялись в белковой цепочке. Это и были самые первые формы жизни на Земле. Ученые до сих пор спорят, могли ли молекулы аминокислот появиться сами и их принести на Землю кометы. А вы как считаете? Я же говорю, это пришельцы и бабочки, пришельцы у них в новом корабле, а у бабочек очень большие крылья. Ладно, прекращай вот эту ерунду, что ты творишь. Никому это вообще не смешно. Последние исследователи доказали, что ледяное ядро комет содержит много уже готовых молекул такого рода. Так что вполне возможно, что жизнь была занесена все-таки из космоса. Лера и Денис, что у вас там такое? Да ничего, Валентина Ивановна. Все нормально. Странно ведетесь, как просто. Не слушайте меня, чешетесь постоянно. Слушайте, пожалуйста, меня внимательно. Я дальше буду читать. Так, что такое цивилизация? Африциал. Цивилизация называется этап развития человечества, который следует за дикостью и вармством. С начала этого этапа уже происходили разделения населения на классы. А мне, как знать, крестьяне и ремесленники. Дерина, чем ты занимаешься на уроке? Ничем, Валентина Ивановна, напишу. Так пиши давай. Как была пустая тетрадка, так и остается пустой, Дарина. Итак, ребяточки, зачем египтяне строили пирамиды? Древние египтяне верили, что фараоны и правительство Египетского царства – это дети богов. И после смерти они возвращаются к своим родителям. А чтобы вернуться и воскреснуть, им надо тело. Так появился обряд мумификации. Мумификации. Жрецы извлекали из тела внутренности и обрабатывали его ценными смолами и сольами. После этого тело умершего могло храниться очень долго. Ну что ж сегодня в классе такое происходит? Что вы все чешетесь? Валентина, что это вообще странное. И у нас тоже. Так еще самое главное не чешетесь. Она джаза, так сильно чешется. Что там запрещено? Ну показывай. Они очень сильно чешутся. Действительно, похоже на аллергия. Вы ничего не ели? Показывай, Влад, хватит часами. Фу. Какие мои какие-то. Ели что-то все одно и то же? Да, конфеты. Дал Дарина. Дарина давала? Дарина, что это за конфеты у тебя? Обычные мяки. Хорошо, пойдете после урока в медпункт. А сейчас прекращаем чесаться и записываем дальше. Параоны хоронили своих родственников с богатыми дарами, чтобы в загробной жизни его окружала привычная роскошь. А чтобы воры не смогли обыкрасть могилу, строили гробницы пирамиды с запутанной системой ходов и ловушек. Параонам хотелось показать свою власть и величие. Поэтому они строили пирамиды гигантских размеров. Так, мне это уже не нравится. Валитарна, да все нормально, просто руки чешутся, так все нормально. Валитарна, а я, наверное, знаю, от чего у них руки чешутся. Дарина, когда я мне кончину предлагала, она ее об руку вот так вот повертела, повертела, а потом все начало давать и весь глаз заразила. А я одна не взяла, и у меня на руках ничего нет. Подожди, подожди. Дарина, я не поняла. Ну иди сюда. Что-то она как-то мне так подсказывает, что это может быть чешутка. А ну руки протяни ко мне, так не притрагивайся. Боже мой, а ты вообще знаешь, какая это страшная болезнь. Ты вообще можешь всю школу заразить. Это же целая эпидемия в классе будет. Ты заразила уже 4 человека. Не, ну а что я одна буду болеть? Да ты же вообще бессовестная. Как у тебя совести хватает, Дарина? Дарина, так вы будете к вам теклу? Будем, я. Быстро мне в пункт пошла, все. Никто не двигается. Все сидят на место. Я не знаю, как у вас осталось. А, 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 чешуточные. Так ему надо съели какие-то. Дарина, я вас заразила. А, ебанее. Вы че, чешуточные, а то свет принять. Больные неадрегаты. Отойдите, фобли, наберите. Вонючий ром. Дарина. Проект. Проект. Господи. Вонючий. Оhalten. Проект. Продолжение следует...